Христос воскрес! Христос воскрес! А теперь вместе давайте споем Воистину, воистину воскрес! Поистину воскрес! Поистину воскрес! Воскрес наш Христос! Поистину воскрес! Воскрес наш Христос! 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 Христос воскрес и смертный, Смерть и смерть, смерть, смерть поправ, Несущим подробам, несущим подробам, Несущим подробам, Он жизнь даровал. Христос воскрес и смертный, Смерть и смерть, смерть поправ, Несущим подробам, несущим подробам, Несущим подробам, Он жизнь даровал. Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Я читаю 20 главу Иоанна, первых 10 стихов, хотя можно будет прочесть всю. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Так тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее, Петра, и пришел ко гробу первой. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове, не с пеленами лежащие, но особо свитой на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. Конечно, можно читать дальше, но все знаете эту историю. Я хочу сегодня обратить внимание на, как в этом месте, так и в других повествованиях, пасхальных повествованиях и вообще жизни Христа, что он очень любит делать сюрпризы людям. Сюрприз – это неожиданный подарок, который приносит большую радость. И вот немного хочу сказать об этом. Это зависит много, вот как мы воспринимаем эти вести и другие вести, которые приходят к нам, которые, может быть, печальны, которые нас утомляют, депрессию приводят. Мы знаем, что надежда не постижает, не постижает. И вот когда мы говорим, думаем о нашей жизни, думаем о нашей жизни, очень важно, какое наше мышление, какой настрой – пессимистический или оптимистический настрой. Настрой, конечно, нас зависит много от веры в Бога, веры во Христа, что Он пришел спасти нас, и своей смертью и воскресением мы обрели это спасение. С другой стороны, атаки постоянные. Лично на нас, на каждого из нас, на наши семьи, на наши общины и на все государства, всевозможные атаки. Но вот если мы содержим, хороним то воскресенье, которое мы празднуем, ту веру, у нас никакие нападки дьявольские со стороны, никакие стрелы не приведут, как бы сказать, в страх какой-то, которые стараются навести на нас и отвлечь от нас, может быть, от того, что главное в нашей жизни – это пребывать в Господе. И вот надежда и следующее открытое сердце, что Господь, так как Он наш Господь, Он Бог, Он безграничен в своих действиях, и что Он, именно Он может заделать величайшие сюрпризы, иногда их начинают называть чудесами в нашей жизни. именно в нашей жизни, потому что я читаю очень много американской литературы, меньше русской, и сколько свидетельств, не только в Африке, в Индии, во многих странах, о которых мало, на самом деле, пишется, пишется, может быть, только в христианских журналах, которые можно назвать чудом. И почти что каждый раз, когда чудо, то удивление, какой-то сюрприз люди получают. Бог любит делать сюрпризы. Вчера мы праздновали не только воскресный день, как бы сказать, с нашей семьей, но и также всегда у нас на Пасху праздник из наших дочерей. Ее как раз совпадает так. Ее день рождения, 15-го, не могла приехать, и мы вот праздновали вчера. И удивительно, что праздник, конечно, семейный, радостный, благодатный, но в конце, когда стали раскрывать карточки, подарочки, младшая ее дочь с мужем ездили в Хавай в прошлый месяц и привезли ей тайный подарок. Это для нее был такой сюрприз. Такой сюрприз она открывает и говорит, о, какой прекрасный подарок, совсем недорогой, но что-то большой сюрприз для нее, что они достаточно уважают, достаточно любят, чтобы дать ей сюрприз. И вот я смотрю, дети, когда получают подарки, дети, как и мы, старички, когда получаем особенно неожиданный подарок, мы удивляемся. Бог способен удивлять нас каждый день, если мы внимательны к его вести. И вот место, которое мы прочитали, другие места говорят о том, что, ну, можно сказать, такое падение, такая атака, такое disappointment, разочарование. Любимый учитель, которого только праздновали. Сегодня утром, когда я был на служении, я вспомнил, когда детский хор пел вместе с молодежным, агапе, хор, и вдруг у меня просто предстало предо мною это шествие в Иерусалим, которое мы праздновали в прошлое, в прошлое воскресенье. Асана пели дети, асана, асана. Прекрасное служение. И вот мы знаем, что когда не только Мария, не только ученики, потом Мария осталась здесь, если мы читаем дальше, они ушли, она вернулась, и вот предстал пред нею человек, которого она не узнала, думала, садовник. Потом, когда уже заговорил тогда, она говорит, рови, не касайся меня, потому что я еще не вошел к отцу моему. И вот этот сюрприз для Марии особенно был, конечно, подарок. она почему-то удостоилась получить такой прекрасный подарок. Но каждый из нас, если мы внимательны, Слово Божие, внимательны к Его словам, к Его делам, мы видим, что Он много делал, очень много подарков и для детей, и для взрослых. не так давно или дальше чуть-чуть, мы знаем, что ученики такие убитые духом пошли на рыбачить опять. И рыбая ловили, не поймали ничего, и вот смотрят, кто-то костер разжег, приглашая их. И когда, конечно, они узнали его, увидели его, какой сюрприз? Ужин для них, потому что рыбы у них не было, но и другой, конечно, сюрприз, подарок, что оказывается, потом они узнали его. И вот прекрасная вера в Бога, который все может и желает всегда доброе сделать. всем людям, которые верят в Него. Раньше, в начале, как у нас говорят, перед началом мы помолимся, начинается служение, а потом говорят, перед началом мы помолимся. И вот перед началом его служения получается, что он даже график поменял своего служения. Он еще говорит своей матери, они пошли на свадьбу, важная свадьба, там, конечно, радовались люди об этом браке. Она смотрит на его сына Иисуса Христа и говорит, что ты можешь сделать? Вина не оказалась. вина не оказалась. И он говорит, не знаешь, что ли, еще мое время не пришло выйти на служение. Но меняет график. Это сюрприз для матери, и для тех, которые пришли. Лейте в кувшины воды. и когда вина черпи взял вкуснее, слаже, лучше вино, чем прежнее, которое человек готовил для своих гостей. И вот Господь Иисус Христос, Который любит и желает, чтобы мы переживали постоянно Его дары. Его сюрпризы в нашей жизни. Значит, надежда, надежда, которой мы должны жить. Вера первая, надежда. И вот настрой следующий, который очень важный в отношении нашей жизни, который дает людям Иисус Христос, это радость. Это как плод Духа Святого. И эта радость совершенная, она такая должна быть выразительная, глубочайшая радость, что люди замечают, а почему человек радостен. люди вокруг нас не могут не заметить, потому что ничто тогда, когда мы в этой радости пребываем, имея Иисуса Христа в сердце, тогда никакой страх, ничего не может обладать нами. мы любимы, говорит это, мы радостны, мы легкие делаемся на добрые дела, на служение Богу и человекам. я смотрю на наших седовласых братьев и сам тоже одуванчик. И вот последнее время, последнее время почему-то я очень много думаю о вечности, о небесах. Хочу сказать, что когда мы приехали в Америку, мне было 13 лет, с Китая приехали, и вот нас пригласила церковь, американская церковь, First Baptist Church, на кемп, на детский кемп. И первый раз я был на таком кемпе. И там пели, конечно, новые песни для нас, но одну песню, которую тогда пели, и я никогда не забыл. Потому что это была особая песнь, и в то время я не понимал ее, совершенно не понимал, но пел. А сейчас, когда пою, я уже понимаю эту песню. Она звучит так. This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. more. Песня говорит, что этот дом наш уже делается неродным. Наш родной дом на небесах, мой родной дом на небесах. А мы только приехали в Америку, думали устраиваться, поездка наша была очень тяжелая. И вот приехали, и здесь поют молодежи эту песню, что этот мир уже неродной стал. Я ожидаю новый вечный дом, а я думаю про себя как мальчуган, а я еще не готов. Мы только приехали строить здесь, мы только приехали учиться, мы только приехали жить, а здесь поет молодежь о каком-то небесном доме. Ну, а сейчас эта песня, когда я вспоминаю ее, и пою, она, ну, я уже готов. Я уже готов, я готовлюсь и думаю, что, Господи, ты еще хочешь, чтобы я сделал в остальные дни, я уже готов, я жду этот новый дом. И каждый день, каждый день, сказать, благодарю Бога за это чудо, за этот сюрприз, который преподнес он мне и всем вам. Да благословит нас, Господь. Вас благодарим Его. Сергей, и говорим, «Еще, ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Много лет говорят о чуде из чудес Много лет говорят, что Иисус воскрес Пусть хвалою наполнятся людей сердца Прославляя любовь воскресшего Христа Да, Христос воскрес, это чудо Прославлять Его все люди будем Он воистину воскрес Как Христос воскрес, ильются песни В этот воскресенье день чудесный Он воистину воскрес Много лет говорят о чуде из чудес Много лет говорят, что Иисус воскрес Неумолкнут уста людей пусть никогда Пусть несут эту вещь через многие года Да, Христос воскрес, и это чудо Прославлять Его все люди будем Он воистину воскрес Да, Христос воскрес, ильются песни В этот воскресенье день чудесный Он воистину воскрес Много лет говорят о чуде из чудес И мы знаем поистину Христос воскрес И мы знаем поистину Христос воскрес Небеса приглашают всех людей к Нему Воскресенье Христа навек закрыло тьму Да, Христос воскрес, ильются песни Прославлять Его все люди будем Он воистину воскрес Да, Христос воскрес, ильются песни В этот воскресенье день чудесный Он воистину воскрес Да, Христос воскрес, ильются чудо Прославлять Его все люди будем Он воистину воскрес Да, Христос воскрес, ильются песни В этот воскресенье день чудесный Он воистину воскрес Он воистину воскрес Уходят воды, уходят люди И вечность строят их свет Но мир спасенный Небо забудет, небо забудет, нет Салтык Симонский, гору Голгофу И воскресенье свет Бессильное время, бессильные годы Их помнят люди о том Как шел Спаситель кресток Голгофы И был распят на нем Чудную повесть Чудную повесть Гнити далеким Сердцем измережем Салтык Симонский, грустно в молчании Скоро незливой битвы начало Он под покровом ночи угрюмой Низко вольвеска Милость и дура Божьего Сына Он в притворении Умные силы идут в наступление Смерть и Спаситель В борьбе едином С ними спрепительно Поединки Целого мира Участь решалась Дай нас спасенья Богом свершалась В этом саду Он еще не кончен А вновь его дорога Продолжается незримый бой И стоит перед Христом Голгофа Путь к победе Перекрыт собой Сорова, покои, поспаленный Сили за ее разглядеть Дверь туда по каменистым стволам Предстоит зайти и умереть Предстоит зайти и умереть Предстоит зайти и умереть Предстоит зайти и умереть ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воздавали Богу славу, Иисус воскрес, Он воскрес, Он воскрес, небо перед крым, Он воскрес, третий день воскрес, Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Но он все равно встанет. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Мы строим духовный дом. Симон. Мы становимся духовными. если ходим по духу. когда мы получим духовное тело. можно было представить. субтитры подогнали Симон. подогнали Симон. что он нам даст. он нам даст. субтитры подогнали Симон. субтитры подогнали Симон. субтитры подогнали Симон. И знаете, субтитры подогнали Симон. субтитры подогнали Симон. субтитры подогнали Симон. И дальше написано. субтитры подогнали Симон. 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 Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Римлянам 8, 29. Подобными образу Сына Своего он предопределил тех, которых он предузнал. Я сегодня широко улыбаюсь, когда люди говорят, «Я верю, что я спасен, мое имя там написано, и ничто со мной не будет, потому что Иисус спас меня, Он заплатил за меня, и Он никому меня не отдаст, никто не похитит из рук Моих». И абсолютно не похож на Сына Божьего. Здесь написано, что кого Он предузнал, тем предопределил быть не просто христианами-баптистами, Он предопределил быть подобным образу Своего Сына. И если сегодня человек подобен, если он похож на Иисуса Христа, тогда только он может сказать, мое имя там написано, и меня ждет венец и награда небеса, и Господь никому меня не отдаст, никто не похитит из рук Моих, только те, которые подобны Его образу. «А если я похож не на Сына Божьего?» Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Самое блаженное состояние нас ожидает впереди, когда мы обретем абсолютно новое тело, и в этом теле мы узрим Господа, и когда мы узрим Его, как в зеркале, мы увидим свое отображение. Он будет первородным среди братьев, Он будет старшим братом, и мы все будем похожим на Него. Если мы здесь на земле стремились быть похожим на Него, в вечности мы увидим эту схожесть. Итак, дорогие братья и сестры, воскресение Иисуса Христа – это праздник праздников, это светлый день, и не только мы радуемся, что Иисус воскрес, и не только мы радуемся, что мы воскресли, но мы радуемся тому состоянию воскресения. Те пять благословения, которые я перечислил, это и нетление, это и слава, это и сила, это и новое тело, это и новый образ, который мы получим в день встречи с нашим Господом. Разве не за что благодарить Его? Я знаю, что вы устали. Три собрания сегодня, много проповедей, но все-таки давайте мы встанем и вновь Его поблагодарим. Аминь. Христос воскрес, Христос воскрес! Какой восторг, Христос воскрес! Другими селем в сердце берется, И всюду песни пек поется, Христос воскрес! Христос воскрес! И всюду песни пек поется, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И песни пек поется, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Продолжение следует...